Ребятки, всем привет! С вами Александр и у нас сейчас есть вот такой вот турнирчик, называется сохранение динозавров. Нам нужно взять одного, либо двух, либо трех динозавриков, но главное, чтобы никто из них не умер. Я предлагаю сделать проще, взять одного юдона и завалить, попытаться завалить всех троих. Ну, в принципе, все у нас должно получиться. О, мы его можем за один удар съесть. Вообще шикарно, нам повезло. Ну, если быть внимательным, это все можно посчитать еще перед началом боя. Отнять 50%, поделить на 2 наш удар, да и все. Ну, ничего они не смогут нам сделать, даже Терекс проатаква у нас на 4, на 5, нас никак не сможет скушать. Ну, давайте еще дадим ему шанс. Атакуй! У тебя последняя попытка. 6 в 6, 36. Прикиньте, я взял бы на 8, меня проатаковал и убил. Ну, если бы у меня в счета не было. Ну, все. Атакуем мы по полной. Вообще-то, по описанию, Юдон еще меньше, чем Ютиранус. Подожди, кого-то мы скрещивали. Вот, то есть он вообще должен быть намного меньше, чем Теренозавр. А у нас он по размерам одинаковый. Нестыковочка получилась. Супер-эткин наборчик нам дали, ребятки. Тунь-тунь-тунь. Та-дам! Ну, что, давайте, ребятки, продолжим. Спустя дня два, наверное, в общем. Этот турнир я проходить не буду, потому что прошло сколько-то дней, но мне нечем с ними сражаться. По 5-6 тысяч у них сила удара, по 17-16. Девят-надцать у Суперзавра тысяч жизней. А мой самый главный раздаватель, Юдон, ну, он, естественно, занят. Потому что он освобождается хренову тучу дней, ребята. Просто дичь какая-то. Ну, нереально сражаться Юдоном вообще, ну, никак. Особенно с Сороковым. Их надо иметь 23 штуки, наверное. Чтобы по 9 боев проводить каждый день. Иначе вообще никак. Ну, ладно, у нас появился новый турнирчик. Вот у нас есть водненькие. Здесь они тоже сильненькие, например, кронозавр. Но они равняются под кого? Под платозавра, протилозавра, артокантуса, хренозавра, генодуса. Ну, в общем-то, под обычных сороковых динозавриков. И потому они не составляют для нас какого-либо там труда. Да, берем вот так. Рифовый он подменится на рифового. Его встретить бананагмиус. Да, ну, и там еще кого-то возьмем. Ну, вот так вот. Сейчас мы тут распетляемся. Без проблем. Водный турнир мне баланс нравится. Можно атаковать, все равно 3 раза бить. Шипы так прикольно торчат. Я раньше не обращал внимания. Не изменялась ли сейчас сам модель платозавра? Совсем неэффективно действует кронозавр. Опачки, я его могу за один удар завалить, потому стоит подмениться. Так, нас атакуют 3. Это, по-моему, по полной, да? И сейчас время реванша. Раз, два и четыре балла в перенос. Шикардос. Задрейфил нас атаковать платозавр. Тебе хана. Так, ну че. Давайте нам бой на нумеру ту. Ну, тут вообще фигня. Фигня, фигня, фигня. А давайте возьмем вот таких вот. Ну, примерно вот поровну. Я в два раза бью сильнее, а у него жизни больше, чем в два раза больше. Вот, скажем так, даже он, наверное, посильнее. Смотрите, он меня за три удара мог бы убить, а я его за три не могу убить. Ладно, лучше накопимся. Ха, ха, ха. Да, вот на три проатаковал, было бы ему не так обидно. Но, видите, он даже не защищался. Значит, рассчитывал на это. Так, пятерочек. Он по полной проатаковал, да? Это все очень хорошо. Молодец. На четыре. Не стал затягивать. У нас было, так же, десантирование Архелона с орбиты. Кайдзю, короче. Кайдзю Архелон. И последний бой, ребятки, у нас такой. Он подменится на вот такого. Ну и на такого. Здесь вот все классно. Легко все планируется, разделяется. Три боя, легко проходится. Хватает силы динозавра. Ну, кто бы сомневался, что он ударит. Пришло наше время бить. Ну, давайте так. Выжил, да? На четыре проатаковал. Я думаю, он даже перенес этот бал. Не поставил его в защиту. Ну да, как видим. Не пытался защититься. Он, наверное, он платозавра, наверное, не любит. Он и в прошлом бою, и в этом. Платозавра принес в жертву без попытки его защитить. Так, ну что. Хайнозавр против платозавра без шансов. Ну вот такие вот у нас дела, ребята. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok